Всем привет, с вами снова Висмар и сегодня я решил записать свой же пятый по счёту подкаст, в котором я хотел бы вам рассказать о том, что сейчас будет на канале и о том, что будет. Ну и предложить вам, так скажем, вариант развития собственного канала, надеюсь он вам понравится. Но обо всём по порядку. Начать, наверное, стоит, пожалуй, с не очень приятного лично для меня пункта, на самом-то деле. Это я хотел бы извиниться относительно прохождения второго биошока. Мне, в принципе, многие, на самом деле, написали, что они меня понимают абсолютно, почему у меня такое вдруг сложилось отношение и полностью меня поддерживают. Но, тем не менее, есть и те, которые наоборот, так скажем, меня нурят за то, что я так проходил. В принципе, посмотрите финальную часть, как раз прохождение второго биошока, я там чётко объяснил, почему у меня сложилось такое. Отношение к игре и почему я так стал проходить. И просто хотел бы, так скажем, сказать, что подобного, скорее всего, не будет. Я постараюсь, по крайней мере, избежать подобных ошибок. И ещё раз просто говорю, извиняюсь за всё это. Ну и теперь, наверное, перейдём уже к более, так скажем, позитивным ноткам в этом подкасте. И начнём, наверное, с того, что мы теперь возвращаемся к старому расписанию. То есть как? С учётом выхода как раз Биошок Инфинит, который уже будет завтра, с понедельника по субботу у нас будет как раз Биошок Инфинит, прохождение. Понедельник, среда, пятница у нас Ведьмак, вторник, четверг, суббота Deus Ex. Возможно, некоторые перебои с выходом серии, по причине того, что... Время у меня записывать серии есть на самом-то деле, но у меня нету достаточного места на жёстком диске, чтобы записать все те серии, которые бы я успел. Поэтому вместо тех, допустим, пяти-шести серий, которые бы я мог записать, допустим, в определённый день, мне приходится записывать максимум одну-две из-за того, что у меня просто нету на жёстком диске места. Надеюсь, вы понимаете меня. Но я постараюсь всё в лучшем свете, так скажем, делать. Относительно, так скажем, игр, которые будут у нас после тех трёх, которые у нас сейчас будут на канале. После второго Ведьмака, понятное дело, мы сразу начнём второго проходить. Я его успею купить всяко, но всё равно это, конечно, будет нескоро. Игра очень длинная, и ещё если, тем более, она будет выходить только три раза в неделю, то, соответственно, это будет явно нескоро, когда мы его закончим. После Диос-Экса понятия не имею, что будем проходить. Я думаю, ближе к делу уже решим. Просто по причине того, что Диос-Экс тоже явно у нас затянется на довольно большой срок. Но игра всё равно достаточно интересная, и обязательно её пройдём до конца. Биошок Инфинит, я не думаю, что там будет больше, наверное, 20-25 серий. Может, если даже и меньше 20, я не знаю, сколько там чё-то геймплея. Но, тем не менее, я уверен, что мы всяко успеем его пройти, даже до конца апреля, в любом случае. И как бы как раз после Биошока, наверное, стоит пройти метро 2033. Почему я предлагаю вам его, так скажем, в виде прохождения? По причине того, что просто 17 мая выходит Биошок Ласт Лайт. Ой, чё я сказал? Не Биошок, конечно, Ласт Лайт, а метро Ласт Лайт. Вот, игровая вселенная достаточно интересная, игра получилась очень красивой и атмосферной. Я, конечно, понимаю, что метро 2033 прошли все, кому не лень. Но, тем не менее, наверное, зрителям будет интересно посмотреть и моё прохождение. Я, по крайней мере, это надеюсь. Пишите в комментариях, действительно ли вы согласны на прохождение метро. Вот, если всё-таки большинство будет абсолютно против этого, ну, куда уж против вас попрёшь. Вот, ну, личное моё мнение, что всё-таки стоит его пройти. И метро 2033, и метро Ласт Лайт. Игры хорошие. По крайней мере, метро 2033 мне понравилось, когда я его проходил. Вот, это относительно тех игр, которые, так скажем, будут у нас на канале в ближайшем, ну, ближайшем обозримом будущем, так скажем. Вот, и хотелось бы ещё вам предложить, так скажем, развитие моего канала как раз. С прохождением прохождениями, да, помимо них, хочется как-то разнообразить контент, который вы смогли смотреть и которым бы я мог заниматься. Вот, и при этом просто развиваться в плане творчества. Вот, поэтому я предлагаю вам на обозрение и на ваше усмотрение такую рубрику, рабочее название которой будет «Просто мнение». Это будут не обзоры по играм или ещё чему-то, потому что на самом деле обзоров, обзорщиков игры тоже достаточно большое количество. Их, конечно, явно меньше, чем летсплееров всяких, таких вот, как я сейчас. Вот, но обзорщиков всё равно достаточно много. У кого-то успешно получается, у кого-то нет. По разным объективным причинам и субъективным тоже. Вот, это понятное дело. Вот, но чисто по играм, так скажем, мне не особенно хочется делать обзоры, потому что это, опять-таки, так скажем, будет сковывать мне руки. Вот, поэтому я решил разнообразить, то есть расширить количество тем, которые бы я мог спокойно затрагивать. Вот, и поэтому в этой рубрике, скорее всего, будет как раз рассказываться о моём мнении, о каких-то новостях просто. Ну, и отношению моего к ним, соответственно. Вот, или рассказы о каких-то сериях, игр, или, может быть, о вещах, например, как об истории развития игровых движков. Наверняка многим это интересно будет. А с учётом того, что я в хобби занимаюсь как раз именно игровыми движками, игровой графикой, там, и физикой, и так далее. Вот, я, в принципе, могу об этом что-то довольно интересное рассказать. Правда, не знаю, как будет с видео рядом. Ну, что они о тебе, я думаю, там, придумаем. Вот, а как пилотный выпуск этой серии у меня сейчас написан в текстном варианте с таким заголовком. Новые консоли и графика. Суть, в принципе, как раз вот того, что я написал, можно рассказать, ну, вкратце сейчас, наверное, расскажу. Суть в том, что СМИ сейчас очень много всякой фигни пишут, люди это подхватывают, начинают разносить по интернету и так далее. И поэтому вы наверняка могли видеть в социальных сетях, просто в новостях, какие-то такие яркие заголовки или вбросы, то, что якобы новые консоли это там что-то революционное в плане железа и графики. Вот, и, в принципе, я хотел бы просто опровергнуть это всё и, в принципе, привести доказательства полные относительно того, что это всё полная туста. Вот, ну, и высказать своё мнение относительно разницы между персональными компьютерами и консолями. Надеюсь, вам эта затея нравится, и нравится первая тема, которую я выбрал как раз для этой самой рубрики. Отписывайтесь в комментариях, действительно ли вам интересно будет это всё услышать. Ну, или ставьте просто пальцы вверх, если вам лень писать. Это, в принципе, тоже будет означать, что вы согласны и с теми прохождениями, которые я предложил, и с новой рубрикой, которую я вам предлагаю. Единственное, могу сказать то, что эта рубрика явно будет выходить не очень часто. Это потому, что, как сказать, мне не хочется постоянно что-то там с какой-то периодичностью выбирать какие-то темы и делать, 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 делать. Потому что всё-таки я по-прежнему пока отношусь к каналу, наверное, в большей степени как к хобби на самом-то деле, а не как к работе. Вот, хоть и по расписанию, так скажем, прохождение дела. Но прохождение по расписанию делать, в принципе, можно, это несложно. Вот, в отличие вот от таких вот как раз видео, которые получатся в новой рубрике. Надеюсь, вы понимаете. Вот. Ну и на этой приятной ноте, наверное, хотелось бы как раз закончить подкаст. Получился действительно не длинным, как я и хотел. А то в последнее время я очень много заговариваюсь на самом-то деле. Вот. Надеюсь, в принципе, вам всем понравились новые идеи, новости, которые я вам сообщил. Хоть их и не очень много. Отписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, если вы впервые на канале. Вот. А пока что я прощаюсь со всеми. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok